Судьба памятного знака, посвященного рабочим Сыктывкарского механического завода, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, решена. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сыктывкара. О том, что будет с памятником и где он сейчас находится, репортаж Нины Чешковой. Дина Варфоломеева отдала Сыктывкарскому механическому заводу почти 50 лет своей жизни. На предприятие попала еще юной девушкой, сразу после Великой Отечественной. Говорит, рабочие СМЗ всегда чтили и очень трепетно относились к своим героям. Я почти всех их помню, которые после еще были живые, а сейчас уже, по-моему, никого уже нет. Имена 13 работников завода, сложивших головы в борьбе с нацистами, в советское время увековечили в граните. На стелле написали слова из стихотворения Роберта Рождественского. «Вспомним всех поименно, горем вспомним своим, это нужно не мертвым, это нужно живым». Эту надпись на памятном знаке можно прочитать с трудом. Он был установлен к 30-летнему юбилею Победы и сейчас вот здесь ждет своей участи. В начале апреля памятный знак демонтировали, но в администрации города уверяют, поводов для паники нет. На сегодняшний момент памятник демонтирован, он находится на складе компании-застройщика, которая застраивает этот микрорайон комплексно. В течение года памятник будет восстановлен, в следующий момент мы считаем, что это будет восстановлено силами как раз строительной компании, которая и взяла его на хранение. Впрочем, у самих ветеранов есть сомнения, нужно ли реставрировать и устанавливать памятник. «Время, морально, физически, как бы он устарел. И, конечно, многие говорят, что, может быть, ему не нужно, потому что имена занесены у вечного огня, бывших рабочих СМЗ. Есть мереальная доска». И все же большинство ветеранов уверены, знак очень важен и нужен. Он – часть истории. Так что к 70-летию Победы памятник восстановят. Осталось только выбрать для него достойное место. Нина Чешкова, Владимир Шишкунас и Олег Жуковский. Телеканал Юрган. Сыктывкар.